Я хотела взять слово сразу после Вероники, потому что очень хорошо чувствую близость с этой душой. И именно с её лекции на микрогруппе у меня начался духовный путь. И это была лекция о нашей духовной природе, божественной анатомии. И я очень хорошо помню, что я просто слушала и всё понимала. И я записала, и я на память оставила эту тетрадь, свою первую лекцию. Оглядывая весь свой путь, я понимаю, что мой путь — это от точки А до точки Б. Это чистота. Это девиз моего учителя. И оглядывая всю жизнь, я осознаю, что я всё время сталкиваюсь с нечистотой. И что моя роль — это принести чистоту в этот мир. Но последние события, которые произошли в моей жизни, дали мне глубокое понимание моего божественного плана и моей миссии здесь. Как в одной из диктовок говорила «Могущественная Астрея», она говорила, что у неё пламя чистоты белоогненная, но также она имеет голубой оттенок. И одна из грани, я осознала, что одна из грани пламени — это защита моего пламени. Это защита, это голубое пламя. Защита, поддержка. Поддержка собратьев по стезе, и не только собратьев по стезе, но и у каждой души, которая где-то заблудилась либо очарована силами мира сего и падшими существами. И об одном событии я рассказала только одному человеку, поскольку это было явлено во сне. Это произошло перед конференцией буквально. Это было настолько реально, что я проснулась, и я всё понимала, что происходило. Где я, как это объяснить, выявила сущность, и я применила власть Христа именно во сне. Я даже не ожидала такого. Это было именно на внутренних планах, но я чётко осознавала, что я сказала ей именем и властью Христа назови своё имя. И она назвала своё имя. Я не помню, что там дальше происходило, но я очень чётко помню, что вот такое событие было. И я чувствую очень тесную близость с могущественной Астреей, поскольку, наверное, я как осознаю, что я работаю под её руководством ни одного воплощения. И моя задача — освободить и привести душ в свет, освободить их от пут, от иллюзий этого мира, в котором они опутаны, в которых они погрязли и окутаны силами мира сего и падшими. освободить их от тёмных сил, от влияния тёмных сил. И, если я не ошибаюсь, вы меня можете поправить, что в одной из диктовок, наверное, Мать Мария говорила, что, чтобы удалить падшего с планеты Земля, нужно достичь того уровня сознания, на котором был падший до своего падения. И я заявляю, что я именно тот, кто может занять эту позицию. И я объявляю себя. Я есть живой Христос здесь и сейчас. И я пришла, чтобы освободить эту планету от влияния падших и разоблачить их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...